МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях в крае его столицы расскажут корреспонденты информационной программы Наши новости. Мы ведущие Санислав Тетерятник. И Дарья Белова. О наиболее заметных темах далее. И вновь повышение. Что нужно сделать, чтобы новые тарифы не слишком шокировали? К отню печати, от печати. Как газеты изменили облик нашего общества? Средства медиа подразделяются на холодные и горячие. Мы за ценой не постоим во дворе Барнаульского микрорайона снова по-спортивному неспокойно. Детки одну игру могут отыграть, как говорится, в свою силу, а вторую могут провалить. Основное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения ожидается летом. Стоимость услуг определяет Управление края по государственному регулированию цен и тарифов. Однако некоторые горожане могут пережить колоссальную нагрузку по оплате уже в начале года. Сумма в квитанциях увеличится на 20 с лишним процентов. В администрации Барнаула обсудили меры, которые необходимо принять на уровне муниципалитета, чтобы новые цифры не слишком шокировали жителей. Подробнее Лариса Куренкова. Любое повышение цен у горожан всегда вызывает эмоции. И далеко не положительные. Правда, уже второй год тарифы на жилищно-коммунальные услуги подскакивают во втором полугодии. Говорят, так менее болезненно. Между тем, по словам специалистов, незначительный рост коммуналки для стандартной квартиры со счетчиками в 50 квадратных метров предполагается уже сейчас. Это немногим больше 2%. В основном повысятся расходы на содержание и ремонт жилья. Хуже придется тем собственникам, которые до сих пор не установили приборы учета. Таким образом, с 1 января 2013 года за ЖКУ в стандартной квартире, о которой я выше говорила, но без приборов учета коммунальных услуг, по сравнению с декабрем, платежи возрастут на 23,4%. С 3879 рублей до 4785 рублей в месяц. В том числе за счет изменения нормативов потребления коммунальных услуг на 25,1%. Это связано с тем, что с 1 января вступили в силу новые нормативы потребления. Специалисты отмечают, они должны стимулировать граждан к установке приборов учета. Городоначальник Игорь Савинцев распорядился уделять вопросу больше внимания, работать с управляющими компаниями и населением. Ведь 20% барнаульцев все еще не имеют счетчиков. В качестве поддержки горожан продолжится практика компенсаций. Правда, не все знают о такой возможности. Ведь по опыту прошлого года из 78 миллионов, предусмотренных в городском бюджете на субсидию, потрачено лишь 63. Если говорить о повышении тарифов с 1 июля, то оно коснется сразу нескольких статей. Увеличится плата за электро- и тепловую энергию, поднимутся цены на газ и воду. Предполагается изменение нормативов на вывоз твердых бытовых отходов. В целом коммуналка возрастет на 11%. На прежнем уровне останется лишь тариф по утилизации бытовых отходов. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости. В минувшее воскресенье во многих городах России прошли митинги и пикеты против так называемого закона Димы Яковлева, который вступил в силу 1 января 2013 года. По подсчетам независимых наблюдателей, только в Москве в митинге приняли участие от 8 до 20 тысяч человек. В столице края акция прошла менее масштабно. Народу на площади свободы было немного, около 50 человек. Но несмотря на метель, подписи за отмену закона собирались достаточно активно. Участники акции подчеркнули, что это не митинг, а своего рода молчаливый пикет. С плакатами они простояли отведенные 2 часа. В течение этого времени совершенно разные люди могли высказывать свое мнение. Я считаю, что лишать детей шанса на обретение семьи – это подло. Тем более детей беззащитных, сирот, а тем более инвалидов, которых в России не очень-то охотно усыновляют. Но я считаю, что даже малейшее снижение шанса на усыновление – это людоедство. Напомним, в декабре прошлого года Государственная Дума в ответ на американский акт магнитского закона, ограничивающий въезд некоторых конкретных российских граждан на территорию США, практически единогласно одобрила закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять российских детей. 13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». О том, как газеты изменили облик нашего общества и что объединяет современные печатные издания и телевидение, расскажет Юлия Годар. Средства медиа подразделяются на холодные и горячие. И дело вовсе не в прохладе газетных страниц или теплом ламповом излучении телевизора, а в степени вовлечения аудитории. Чем холоднее средства медиа, тем более высока степень достраивания в голове недостающего. А значит, воспринимающий должен дофантазировать сам. Первые газеты, расходящиеся как горячие пирожки, были, безусловно, холодным средством коммуникации, образовывающим и развивающим воображение. Десятки колонок с несколькими полосами текста и минимумом картинок выписывали порой по изданию на каждого члена семьи «Правду известия юного техника» литературную газету. Значение периодической печати сложно переоценить. По сути, именно благодаря им Советский Союз стал самой читающей страной в мире. Газеты не только поднимали культурный уровень читателей, но и культуру быта. Это неиссякаемый источник идей для оригами. Из шуршащих бабочек-однодневок складывали не только слова в предложение, но и шапки маляров, бумажные кораблики и кульки для семечек. И даже прочитанные газеты не выбрасывались, а превращались в шторы или скатерть. Ими набивали обувь на зиму и затыкали окна, укрывались от жары и подстилали на лавочках. В них заворачивали банки с оленьями и колбасу, а на честном слове советских газет держались обои в квартирах граждан. Да как их только не применяли. Правильно. И мух отгоняй. Однако привычные картины вторичного использования газет вовсе не означают неуважительного к ним отношения, а лишь доказывают, что они были в каждой семье. Их читали даже во время войны. И печатное слово было последней инстанцией правды. Ну-ка, дай сюда. Да я вам сейчас докажу. Ты что? Что, что? Гляди. Походу. Вот это дал. Привычный шум печатного станка сменил белый степ пальцев по клавиатуре. Таков звук нашего времени. Современные технологии вытеснили газеты с бумаги в виртуальность. Цветные фотографии – более горячее средство информации. Предоставляют больше наглядности и оставляют меньше места для воображения. Всего должно быть в меру. Если речь идет о каком-то событии, условно говоря, наводнение, демонстрация, я не знаю, стихийное бедствие какое-то, авария. Конечно, фотографии нужны. Безусловно, словами очень сложно передать то, что может передать фотокамера. Но все полностью передать фотографиями нельзя. Человеческие мысли, какую-то там цифровую информацию, там еще что-то, да, рассуждения какие-то, они требуют слов. Фотографии в движении – это телевидение. Это самый горячий способ, ведь больше всего информации мы получаем через зрительный канал – 70%. Живые эмоции, голы, взлеты и падения – все можно передать в режиме реального времени, без долгих разъяснений. Для телевизионных журналистов сегодня тоже профессиональный праздник, поскольку прежде чем выдать информацию в эфир, ее необходимо напечатать. А затем озвучить в саундбоксе. Каким бы ни был способ передачи информации, главным было и остается не средство, а качество материала. И как бы ни менялись времена, основным требованием читателей к писателям по-прежнему является достоверность. Юлия Годар, Александр Морозов. Наши новости. Творческий вечер, посвященный Дню российской печати, состоялся в зале Государственной филармонии Алтайского края. На праздновании отметили лучших представителей СМИ края и подвели итоги года, озвучив победителей российских и краевых конкурсов. За 310 лет существования информационных изданий их число выросло почти до 500. На творческом вечере Дня российской печати состоялось в вручении краевых наград и юбилейных медалей за достижение высоких профессиональных результатов, а также премии губернатора Алтайского края за лучшие творческие публикации журналистов в прошедшем году. Наши коллеги получили ряд наград за серии творческих материалов. Редактору информагентства Политсибру Дмитрию Негрееву вручили премию за цикл материалов об истории Алтайского края. Отмечен премией губернатора и наш проект «Три четверти», посвященный 75-летию Алтайского края. В номинации «Семейные ценности» награжден редактор радио «Комсомольская правда» в Барнауле Сергей Зубчук за передачу «Сыновний долг». Это вдвойне для меня радостно, поскольку главным героем этой программы, которая была отмечена, является наш земляк, к сожалению, ушедший год с лишним назад, народный артист России Демитрий Григорьевич Поротиков, «Почетный гражданин Алтайского края». И мне это очень дорого, что программа, записанная еще при его жизни, вышла в эфир на радио «Комсомольская правда». На Барнаульцев обрушились звуки снежного джаза, так называются, ставшие уже традиционным осенний музыкальный форум. На этот раз его решили отыграть в праздничном январе. На одной сцене в едином порыве джимовали как профи, так и начинающие. Кирилл Политов оценил ритмы саксофона и упругого баса. Считанные минуты до третьего звонка, но нужно еще успеть правильно выстроить звук и размять голосовые связки. На языке музыкантов подобные приготовления называются саундчеком. И хотя джазмены, как принято считать, особая каста и где-то даже привилегированная, тем не менее у них в закулисье все как у всех. «Поскольку джаз настолько многогранен и многообразен в своих проявлениях, в своих звуках, и поэтому сегодня, я думаю, самым главным сюрпризом будет то, что будет звучать достаточно большое количество направлений и стилей в джазе». Традиционные хедлайнеры джаз-арт-бэнд на этот раз в первых рядах. Профи, видимо, решили задать тон праздничного концерта. Помимо мастодонтов, проноульской черной музыки зрители могли послушать новичков, которые делают первые шаги в джазовом буйстве звуков. Этот фестиваль стал уже многосерийным. Первая часть весна, вторая осень. И хотя каждый раз сюжеты выступлений звучат по-разному, в конечном итоге остается неизменным лишь музыка свободных людей. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. 17 двойняшек появилось на свет в Бийске в 2012 году. Самый крупный младенец при рождении весил 5 килограммов 300 граммов. Сколько всего новорожденных огласили мир своим криком, узнавала Евгения Ижутова. За первые 10 дней 2013 года в акушерском стационаре 2-й городской больницы родилось больше 120 младенцев. Если сравнивать с годом прошедшим, цифра больше. Это, конечно же, радует. Врачи говорят, тенденция положительная. Последние несколько лет на свет появляется все больше бийчан. Надо отдать должное, что сейчас родов стало больше у женщин, которые решили завести второго и третьего ребенка. Может быть, это связано с национальной программой, которая у нас в стране проходит демографическая. Может быть, просто люди от всех своих социальных нужд и проблем снова вернулись к семье и, в конце концов, решили, что чем больше детей в семье, тем семья счастливее. Первыми встречают это счастье акушеры. 3867 раз за прошедший год сотрудники акушерского стационара услышали первое здравствуй всему миру, появившихся на свет младенцев. Год выдался непростой. Роддом центральной городской больницы закрыт на ремонт, поэтому роженицы Избийска и 13 прилегающих районов поступают именно сюда. Больше женщин из сельской местности. В прошлом году родилось 2019 мальчиков и 1831 девочка. Еще немного интересных цифр. В основном, говорят, медики рожают женщины репродуктивного возраста. Это 25-35 лет. Но в 2012-м было более 40 родов у женщин старше 40 лет. 17 малышей появилось у мам младше 16. Вторыми в семье родились 1638 младенцев. Кстати, первенцев чуть меньше – 1558. 34 ребенка стали у матерей пятыми, 11 родилось шестыми, седьмыми – 4 и 8 в своей семье стал один ребенок. Счастью, конечно, самостоятельных родов больше пока еще. Хотя процент кесарево сечения неумолимо растет и растет каждый год. В этом году, правда, более-менее, около 23% у нас кесарево сечения по отношению к самостоятельным родам. Хочется, чтобы женщины, конечно, рожали самостоятельно, как природа это придумала. Но приходится, естественно, делать кесарево сечение. Богатырь в 5 килограммов 300 грамм родился в стационаре в 2012 году. А более 4 при рождении весили 362 младенца. 10 новорожденных до полутора килограммов. Три года в Бийске активно практикуется опыт партнерских родов. Младенцев, чье появление на свет увидели папы около 50. Евгения Ижутова, Андрей Сигаев. Наши новости. Таким был первый рабочий понедельник 2013 года глазами наших корреспондентов. На очереди местные новости бийских и рубцовских коллег. Зрители краевой столицы еще ждут житейские истории. Маргарита Белова встретилась с одним из лучших следователей края. И это не мужчина, а молодая девушка. Через минуты вы узнаете ее имя. Впереди также новости спорта и прогноз погоды. А мы, Дарья Белова. И Станислав Тетерятник. Прощаемся с вами. Всего доброго. До встречи. Спонсор рубрики Барнаульская Горэлектросеть. Здравствуйте. Хоккеисты молодежной команды Алтайские Беркуты первыми вышли на лед Дворца Спорта. Их взрослые товарищи 19 января примут Сверловский Буревестник. Но не в очереди дела, конечно. У тех свой чемпионат у Беркутов потруднее, надо сказать. И вот в белой форме Курганский юниор, возглавляющий таблицу Востока молодежной хоккейной лиги. Проэкзаменовали они нас как подобает. 1-4 и 1-3. Обе шайбы за барнаульцев забросил Виталий Тузов. Интересно, что из команды юниор к нам перешел защитник Станислав Демидов. И это была его первая игра за Беркутов. А также после большого перерыва появился Сергей Репин, восстановившийся от тяжелой травмы. Завтра во вторник соперники сойдутся в третий раз в 7 вечера. Пока молодежка идет на четвертом месте из восьми, по подсчетам директора с дешевыми Числава Бугорского, а также если в последних матчах в Ангарске и Красноярске команда наберет процентов, ну хотя бы 30-40 очков, то алтайские Беркуты в плей-офф попадут. Все команды практически опять заново начинаем чемпионат. И сегодня каждая игра очень много решает. Но вот эту домашнюю серию Курган-Челябинск, конечно, команде поставлена задача максимальная, но судя по тому, что команды сильные приезжают, поэтому здесь, конечно, вопрос чисто победить, но трудно его ставить. Мне в основном нужна хорошая игра, ну и победа, конечно. Ну а задача одна стоит – попасть в плей-офф. Хоккей под окнами уж сколько лет происходит на углу Барнаула по улице Шукшина. Хочешь во двор смотри, а хочешь в телевизор. На площадке 7-й ДЮС США прошли детские сражения первенства края среди 12-летних воспитанников спортшкол. Тут азарта. Они показывают то, что умеют. Борются до конца. Играют непосредственно, нестандартно. Детки одну игру могут отыграть, как говорится, в свою силу, вторую могут провалить, так как психологически еще неустойчивые, поэтому получается разный результат. Ну как влиять на них? Для себя какие-то методы выбрали? Ну пытаемся, находим. Где-то помогает, где-то нет. Каждая игра – это новый вызов. Учимся, делаем выводы из этого и продолжаем трудиться. И не смущайтесь, что команды в клубной форме с Дюшор Алтай. Да, это их филиалы, их много, и они повсюду. Хоккей в моде. Итак, в финале Барнаульский Алтай победил Бийский лицей 11-0. Слово «победил» к такому счету, конечно, так себе подходит. За третье место Спарта Рубцовска долела местный факел 5-3. Лучшие игроки первенства Иван Михайлов, Егор Елфимов, Дима Левищев и Артем Шметков. Завтра первый выпуск «Нескучного спорта» в 2013-м. Есть одна занятная тема о применении молодыми местными спортсменами энергетических напитков прямо перед играми. Аж скоро увезла. Заинтриговал? Увидимся завтра. До свидания. 15 января работники Следственного комитета отмечают свой профессиональный праздник. Это новая структура со старыми задачами. Ведь еще несколько лет назад расследованием уголовных дел занималась прокуратура. Она же контролировала свою работу с точки зрения закона. Сегодня эти две функции выполняют разные ведомства. Следственный комитет расследует, прокуратура проверяет правильность расследования. И это дает большую объективность. В преддверии праздника программа «Житейские истории» встретилась с одним из лучших следователей края. Нет, это не мужчина, а молодая девушка Светлана Швет, которая раскрыла немало громких преступлений. Она училась, мы ее нигде не подгоняли. Но сама по себе вот такая была. Училась у нее в основном, большинство были четверки. Четверки-пятерки, но в основном четверки. Потом пятый класс мы перешли в первую школу. Как-то вот, ну нас четверки вполне устраивали. А у нее пошли с пятого класса на отлично, на отлично. Каждый год на отлично. Стали почетный грант. Ну, сама по себе. Дома помогала. Как мечтать о работе следователя, даже разговоров не было в начале. А вот когда поступать стали, мы хотели, чтобы у нее была женская профессия, экономист. И уже практически сдали на экономиста документы. Но она как нам сказала? Мам, вот не юридически больше охота. Я говорю, ну охота, охота. Тебе охота, тебе сдаем. Пошли в академию, сдали документы. И дочь стала учиться. Она по характеру, знаете, бойкая, смелая, можно сказать, отчаянная. Она старается показать себя впереди. Понимаете, впереди. Если что-то делает, значит, делает хорошо. Вот другого у нее не дано. Значит, она вообще не будет делать. Горьимся своей дочерью. Она очень серьезная стала. Уже как-то мы с ней не спорим. Потому что, ну, может за эти годы все-таки работа серьезная. И она стала взрослее. Ну, если она приходит в 11 часов с работы, какой телевизор? Мам, не ругайся. Я не ругаюсь. Какой телевизор? Выходные постоянно на работе. Ну, придет пораньше, ну, телевизор смотрим. Ну, когда-то что-то, если что-то повод есть, значит, и стол накрываем. Как все семьи. Дома, работу вообще стараюсь не переносить. Очень-очень редко. В каких-то таких случаях, когда... Ну, практически нет, можно сказать. Работаю на работе, дома отдыхаю. Стараюсь дома о работе, в принципе, с родителями не расстраивать. Особо ничего не рассказываю, чтобы... Меньше знают, спокойно спят. Такая работа. Такая работа. То есть, по первости, конечно, я рассказывала, делилась. Какие-то подробности, там, что произошло, как. А сейчас лучше не расстраивать лишний раз. Почему ты удивлялась сейчас? Уже редко, ну, сложно удивить. Нам некогда в 40-е ругаться. Мы утром, утром с матерью уходим, допустим, в 6-5 утра на работу уже уходим. Она спит. Вечером, наоборот, мы спим. Она приходит, есть в 11 вечера. Так что, ну, бывает, что только, ну, как, вот посоленная ребенка, она спит, уходим. Вечером мы спим, она ложится. Так что, можно по 5-6 дней даже, ну, можно сказать, не видимся. С октября месяца, прошлого, получается, года, взяли с коллегой абонемент. И в течение года все собираемся ходить, заниматься спортом. То есть, с утра я просыпаюсь, 6 утра, рабочий день в 9 начинается. В течение двух часов как раз и успеваю до работы, занимаюсь спортом. Вечером, потому что поздно, прихожу уже домой, отдыхаю. Летом, в летний период времени, по возможности, часто выезжаем на природу с друзьями, коллегами, с родителями. Иногда тоже ездим на природу, отдыхаем. Люблю ездить в горный Алтай. Помогательным, в принципе, ходить люблю. Чаще всего, всегда, практически, беру с собой свою маму. Потому что со стороны видней, и кому никак, а вот маме я доверяю. Поэтому всегда любые вещи. Мы уходим с мамой вместе в магазин, выбираем что-то, покупаем. Еще раз скажу, что на работе все-таки много времени проводим. Я устаю, и уже особо не до развлечений. То есть, лишь бы до подушки? Ну, бывает так, что приходишь домой, подушка, падаешь, и даже снов не видишь. Спишь, как убитый. Светлана, она добивается всего. Вот если она поставила что-то определенное перед собой, какую-то цель, она этого добивается. Умничка. На Алтайск, близлежащий город Барон, абсолютно устраивает. Уезжать куда-то в другой город, в другую область, я желаний, намерений нет. Потому что у меня заживут родители. Здесь наш дом, работа, все рядом, очень удобно. Да и родителей оставлять невозможно просто. Если я обещаю что-то, я стараюсь это выполнять. Потому что знаю, что если человеку обещаешь, то он ждет, надеется. То есть, обещания стараюсь выполнять. Я не наезжу, когда люди опаздывают. То есть, я очень актуальна, это, наверное, черта от папы. Я лучше за 15-20 минут приеду раньше, назначенное во времени, чтобы без опозданий. Потому что опаздывать вообще не люблю. Ну, ценю в людях и доброту, отзывчивость, желание помогать друг другу. На новогодние праздники мы ездили с семьей к родственникам. Новый год встречали там. 31-го, 1-го, наверное, было дома. С 31-го. А, с 31-го на 3-го мы ездили. Да, 2 дня я была дома, а потом у нас дежурство, опять же, ну и опять же работа. То есть, 2 дня всего уходного было. И несмотря ни на что, ты любишь эту работу? Да, мне нравится моя работа. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...